Ну что, злая училка, мести, сейчас я с тобой разберусь. Ха-ха, Тимми посоветовал мне эту игру. Так, и как одной рукой неудобно играть-то? Давай второе, как хочешь, помогай, а то не выиграем ее. Так, и чего у нас тут? Ага, вот она. Ха-ха, приятно познакомиться. Так, здесь мне нужно идти. А вот ее дом. Хе-хе, и куда ты пошла? Так, а что это такое? Ага, то есть мне нужно вот сюда. Так, открываем шкафчик. И тут что-то интересненькое. Ха-ха, это же мышеловка. Крутяк. Так, а что нужно сделать? Макс, помоги нам, пожалуйста, с Катей. Мы хотим перед Новым годом перестановку сделать. А? Какая с меня перестановка? Вы же видите, у меня рука болит. Тем более мне на мышеловку под газету этой злоучилки положить. Макс, ну ты прекрасно играешь вон обеими руками. Помоги хоть одной потолкать. Какая еще злая училка? Если не хочешь помогать, так и скажи. Ну, Дианка, я так и сказал. Не хочу и не могу. Во, я и положу мышеловку под газету. Во, сейчас меху-то будет. А теперь побежали, 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 пока Мисси меня не заметила. Так. Ха-ха, не поймала, не поймала. Ну, иди, там тебя ждет сюрприз. Ха-ха, газеточка. Ну, почитай свежие новости. Будем надеяться, что она ничего не заметит. Ха-ха-ха, попалась, попалась. Ура, следующий уровень. Дианка, ну что там, долго его ждать? Наверное, очень долго. То есть никогда. Он сказал, не хочу и не могу. Рука у него, видите, болит. А в компьютерные игры играть ничего у него не болит. Давайте я вам помогу. Что нужно переставить? Я же тоже мальчик. Я сильный, я смогу. Хорошо, Даник, вот помощник растет. Не то, что этот компьютерный гений. Так, давайте сначала передвинем кровать. А потом телевизор поставим вместо шкафа, а шкаф вместо телевизора, чтобы удобнее было смотреть с обоих кроватей. Так-так-так-так-так-так-так. Ну-ка, посмотрим. А что там дальше? Ну вот, все, что у меня есть. Завтра корпоратив на работе, и мне нужно выбрать подходящее платье. И толкаю, тяните на себя. Тащу. Кать, куда кровать ставить? Так. Ну, вроде можно уже шкаф передвигать, место есть. Фу, со шкафом будет сложнее, чем с кроватью. Чего, как-нибудь и без Макса справимся. Давайте, раз, два, три, взяли, раз, два, три, и не взяли. Да, нам его не передвинуть, это точно. Я пойду тогда попрошу маму, может, она поможет. Мам, мам, мы с Дианкой задумали небольшую перестановочку перед Новым годом. Можешь нам помочь шкаф передвинуть? А то у Макса рука болит, а мы втроем не можем. Ой, кто бы мне помог, Катя? Да, давайте я сначала разберусь с платьем, а то завтра уже корпоратив. А потом приду и помогу вам со шкафом, хорошо? Подождете немного? Ладно, мам, а может, я тебе что-то посоветую? Хм, ну давай, так будет быстрее. Второе задание. Отмести. Ха-ха, точнее, как ей напагостить? Нужно посолить ее кашу. Так, начнем. Так, ну что, Мести, вот это твой завтрак, да? Ха-ха, приятного тебе аппетита. Давай, неси, неси. Ага, сейчас Макс тебе устроит наивкуснейшую кашу. Так, заходим в дом. Нет ее? Ага, она на улице? Отлично, я нашел ее тарелку. Ой, а там уже была соль. Ха-ха, ну ничего, я с кухни притащил. Посолили, посолили, главное, побольше. А теперь побыстрее. Она где-то здесь бежит. Неужели я не успею спрятаться? Эй, злая училка. Не торопись. О-оу. О, кажется, я попал. Ну вот. Вот смотри, Кать, как тебе это платье? Хм, красивое, праздничное. С блестками. Так, мам, а ты гуглила, в каких цветах лучше встречать Новый год? Кать, ну так это ж корпоратив. Новый год это Новый год. На Новый год я еще совсем не думала, в чем буду. Ой, точно. Так, ладно. Как тебе вот это платье? Это? Мам, ну это какое-то повседневное. Оно совсем не праздничное. Давай другое. Так, ну да, точно, это какое-то невзрачное. Давай следующее. И долго мы тут будем сидеть посередине комнаты на кровати? Не знаю, Даник. Макс не может нам помочь, а Катя пропала. Так, а если вот это? Мам, в этом ты была на корпоративе в том году, забыла? Ой, да, правда? Ладно, у меня есть еще пара вариантов. Так, так, так. Я должен выполнить эту миссию во что бы то ни стало. Я посолю твою кашу или что там у тебя на завтрак. Может тогда вот это? О, мам, мне кажется, это отличный вариант из всех, которые ты мне предлагала. А тебе не кажется, что оно слишком открытое и обтягивающее? Ну так, мам, именно это и подчеркнет твою прекрасную фигуру. Так, все, с платьем определились, пойдем определимся со шкафом. Хорошо, Кать, платье сюда повешу, чтобы до завтра не помялось. И куда вы говорите, вам этот шкаф надо? Сюда, мам, место телевизора. Так, шкаф на месте. Подождите, а кровать-то куда? Сейчас, мам, все узнаешь, телевизор поставлю только. Вот так, отлично, что ж мы сразу так не поставили? А теперь и для кровати место есть. Вот так отлично будет. Дианка, Даник, а вы-то что тут развалились? Перестановка еще не закончена. Мы устали. Ага. Бедная, зато спать хорошо будете. Кстати, сколько времени? Ой, мам, без 10.11 уже. Ничего себе досидели. Понятно почему, попадали без сил. Давайте быстренько ложимся спать. Максим, убирай ноутбук. Ложимся спать, уже поздно. Мам, да сейчас у меня следующий уровень остался. Я его доиграю и точка. Нет, следующий уровень ты доиграешь завтра. Да, мам, ну подожди, посмотрю, что нужно сделать. Может, это легко и просто. Так, у Мести у этой злоучилки, у нее будет какая-то тусанка. Ха-ха, она выбрала себе платье, а я должен его испортить. Ха-ха, ясно. Так, на старт. Так, ты что, меня не понял, что ли? Понял, понял, мам. Сейчас полежу немного, прикинусь, что уснул. И этот уровень обязательно пройду, уж очень мне понравился. Ха, испортить мне Сти платье на вечеринку. Да легко. Сейчас только все уснут. Уснул? Ну, наконец-то. Можно и мне идти спать. Вот она, смотрите, стоит, мечтает, какая будет красавица в таком-то платье. Ха-ха, не можешь не встать, Макс с этим заданием точно справится. Так, заходим в дом. Она пошла спать? А не, она на кухне. Ну ничего, сейчас я проберусь к ней в комнату, где висит ее платьишко. Я обязательно его испорчу и выполню этот уровень. А, где я? У меня же задание. У меня же задание есть. Надо испортить платье Мести. Мне нужно найти предмет, которым можно испортить платье. Чем можно испортить платье? Кажется, я знаю. Ножницами. Осталось их найти. Ой, а чего тут все? Здесь же шкаф стоял. А вот и ножницы. Ну, берегись, злая училка. Сейчас я тебе на пакостю. Осталось найти, где лежит ее платье. И уровень пройден. Где же эта Мести прячет свое платьишко? Кажется, я его нашел. Секунда, и задание исполнено. И я перейду на следующий уровень. Так. Все готово. Так, где там эта злая училка? Она, наверное, уже бежит сюда. Сейчас увидит свое испорченное платье. Вон она разозлится. Так, а я пошел на следующий уровень. Ой, доброе утро, дети. Встаем. Ой, сегодня же корпоратив у меня. О, это что такое? Это что такое? Ножницы. И мое платье. Разрезали на две части. Кто это сделал? Дети, срочный подъем. Быстро все сюда. А, что случилось? А зачем ты разрезала платье? Ты что, хотела сделать топик и юбку? Я разрезала платье. Катя, я пока в своем уме. Я вообще-то вчера вместе с тобой его выбрала для того, чтобы идти сегодня на корпоратив. Проснулась, а тут такое. Ножницы валяются и платье на две половины. Ну кто мог это сделать? Кто бы пробрался к нам ночью? Пробрался, чтобы испортить платье? Это больше на ерунду похоже. Если бы пробрались, то только нас ограбить. А не платье портить. А может, тебе на работе кто-то завидует? Вот решили попортить тебе настроение перед корпоративом. А я в кино смотрел. Можно снять отпечатки пальцев. Тогда мы узнаем, кто трогал ножницы и резал твое платье, мам. Ай, чего в такое разница случилось? Максим, ты не знаешь, кто испортил мое платье ночью? Его разрезали на две половины. Разрезали платье? Ха, я ничего не знаю об этом. Так, мам, подожди секундочку. Так, загружайся быстрее. Следующий уровень. Вам нужно испортить платье. Мести. Так это что, я ночью не в игре выполнял задание, а по-настоящему испортил мамино платье? О, нет. Так, что там, Даня, говоришь? Отпечатки пальцев? Сейчас я позвоню Саше и попробую узнать, сможем ли мы что-то сделать. Мам, мам, не надо отпечатки пальцев. Это я разрезал совершенно случайно твое платье. Разрезал совершенно случайно? А ты объясни мне, пожалуйста, как это возможно? Разрезать случайно? Ночью? Макс, зачем? Ты не хочешь, чтобы я шла сегодня на корпоратив на работу или что? Да нет, мам, это дело совсем в другом. Я в игру играл. Мести, этот, там, проучилку. И там задание было, помнишь, я хотела уровень пройти? Вот, она собиралась как раз на вечеринку. И я должен был в игре испортить ее платье, найти ножницы и разрезать. А я, видно, ночью встал. Вспомнил, что уровень не прошел. И прошел его не в игре, а по-настоящему. Давай я смогу его зашить, наверное. Тоже ли, уровень уже не в игре, а в доме проходим. Что дальше? А если бы у тебя было задание убить эту злую училку? Что бы ты сделал? Так, все, чтобы сегодня же удалил эту игру. А платье, к сожалению, уже не зашить. Ну, Макс, ну ты даешь, конечно. Буду комнату теперь на замок закрывать, когда спать ложиться. А то мало ли какое задание тебе дадут. Мам, а как тебе моя идея сделать топик и юбку? Получится достаточно неплохо, мне кажется. И для вечеринки сойдет. Топик и юбку? Слушай, Кать, хорошая идея. Макс, неси мне ноутбук. Я проверю, удалена ли эта игра. И что большее в нее. Ни рукой, ни ногой, ни головой. Ты меня понял? Да, да, мам, конечно. Я сейчас все удалю. Сейчас только привет передадим с Катей и сразу удаляю ее. Приветик Элине Тюркине. Приветик Анеля. Приветик для Варварика. И приветик Евуси Муси. Приветик Милке Страшилке. Приветик Софе, Кира, Зоя и всему второму Б. Приветик Динара. Приветик Ника. Приветик Алина, Маргарита и Сережа. Приветик Ульяна. Приветик Лиза. Приветик Маше. Приветик Мируся. Приветик для Даши. Приветик Самира. Приветик Аня. Приветик Полине Захаровушкиной. Приветик Каратеке, приветик Лане и Ольге, приветик Настя, приветик Юля и Пакетики, приветик Юна, приветик Лера, приветик Еве, Ксюше, Маше и Кате, приветик Иллари, приветик Ксюшке, приветик Владе, приветик Олистар, приветик Айше, приветик Малинка, Полинка.